Добрый вечер! Сегодня у меня в гостях Александр Иванович Хлопнов. Вы знаете, Александр Ивановича уже запсегдатый. В прошлый раз он к нам приходил как владелец автомобиля Peugeot, причем настолько оригинальный владелец настолько оригинального автомобиля, что свою машину он хранит не в гараже, а в политехническом музее. Кроме этого, Александр Иванович Хлопнов известен как доцент Бауманки, владеющий потрясающими знаниями в непроизносимой теме. Об этом мы сегодня говорить не будем, но уникально еще то, что Александр Иванович коллекционер автомобильных ламповых радиоприемников. И как всякий человек, накопивший изрядную коллекцию, он в этом всем разбирается. Кстати, если у кого сломался в автомобиле ламповый радиоприемник, Александр Иванович может починить его. Александр Иванович, здравствуйте! Здравствуйте! Добрый вечер! Александр Иванович, ну вот теперь вы как преподаватель Бауманки, вот вам аудитория, вот вам внимательные глаза слушателя. Расскажите нам, как это все началось, в том числе и у вас. Ну, я могу сказать, что слушать радио любили все. Если так сказать аккуратно, то, конечно, одним из взрывов в человеческом обществе было появление радио. Значит, ну вот тут я как-то... Ну, начали-то вообще с гармошки. Ну, понимаете, в чем дело. Гармониста на облучок и, дорогой, давай погнали, да с песнями. Ну, понимаете, там частушки есть разные. Полем едем, поем, лесом едем, горлопанем. Но это всегда было. Да, кстати, этот момент... Потом была еще попытка все-таки пристроить к автомобилю патифон. Патифон чудо было механическое. Там нужно было пружинку завести, трубу удержать. И после этого не менее весело с песнями, опять-таки. А вот радио, радио все-таки родилось как явление масштабное. Радио, в общем-то, как всегда, автомобиль, наряду с огромным преимуществом, что он умеет ездить, обладал огромным преимуществом, что он умел трястись. Большой плюс. Поэтому просто так поставить радиоприемник было нельзя. А давно начали-то? По ощущениям. По ощущениям начали, как только появилось радио. Но не значит, что что-то было можно сделать. Ну, конечно, были передвижные радиостанции, но скорее это просто перевозка. Полковые. Ну, может быть, и дивизионные, там вроде не играет. Весь вопрос стоит о том, что вот когда появилось радиовещание коммерческое, ну, вот я где-то выписал, что в США в 2018 году в частном пользовании было 200 тысяч радиоприемников. Это которые по квартирам стояли? Да, в частном пользовании имеется в виду. Значит, человек хотел слушать радио не только дома, но и тогда, когда он ездит. Чтобы это можно было сделать, должен был быть приемник. Но для автомобильного приемника, как и для любого приемника, должны были быть некие специфичные элементы, которые определяют его как приемник. Значит, что он должен был иметь обязательно? Антенну. Большую, красивую. Это вопрос сложный. Какую? Это тонкий вопрос. Потому что для того, чтобы слушать, можно сделать большую антенну, а можно сделать большую мощность радиостанции. Вах, Александр Иванович, не понимаете. Большой, красивый антенн, весь машин. Помните, как на Жигулях они чистоколом торчали? Ну, понимаете, чем дело. Можно сделать из автомобиля елку. Очень хочется. Но на это и есть такая нация, как американская, которая украшает свой автомобиль, имеет 20-30 фар, 5-7 антенн. Но в нашей стране как-то этого было поменьше. На юге любили люди сделать что-то большое, но не в средней полосе. В средней полосе прагматики. Да. Потом, к сожалению, всегда есть те, кто хотят оставить сувенир у себя. Особенно в советское время. Проходишь мимо и полные карманы сувениров. Да. Поэтому это сложный вопрос. Значит, и потом антенна, все-таки она большая, она мешает. Лучше иметь небольшую. Значит, обязательно антенна. Почему? Потому что автомобиль принципиально – это устройство из металла, то есть экранированное устройство. Значит, волны электрические в него не должны попадать хорошо. Значит, нужна антенна. Потом должен быть сам приемник. Этот приемник плюс должен иметь устройство для настройки. Плюс должен быть динамик и плюс должно быть устройство питания. А вообще все это надо взять и изобрести? Нет, создать. Уже все было, но надо было создать конкретно для автомобиля. Начнем с того, что первоначально автомобиль был великолепной вещью, которая имел магнета. Ничего ему не нужно было. Но потом оказалось, что люди хилые, слабые. Вот хорошо бы иметь еще стартер. Стартер, чтобы заводить не самому, не за ручку, а нажал кнопку и завел. Чтобы не дрыгалкой, а чтобы само. Дальше иметь электрический свет, а не карбидный фонарь, чтобы вечером можно было ехать. На шикарном Руссобалте такие были карбидные фонари. Но это было дополнительное оборудование, а не стандартное. Значит, вот эти вот все атрибутики были. Но дальше, чтобы сделать свет, оказалось, достаточно иметь 6-ти вольтового аккумулятора. Ну и так было все хорошо, света вполне хватало. Ибо сила света определяется не столько мощностью, сколько током через нить накала. Поэтому всем понятно, что лампочка в 30 ватт с питанием в 6 вольт существенно сильнее светит, чем 25 вольт в 220 вольт. Ой, как жалко, что я не учился в Бауманке. Я бы сейчас сидел бы с большим пониманием на лице. Так, ну, все хорошо. Но дальше упирается в то, что нужно иметь стартер. А машины хотят иметь более мощные, поэтому и стартер должен быть мощнее. Ну, там есть такая некоторая, как бы, прикидка, что, чтобы завести спокойно автомобиль, число оборотов должно быть приблизительно как холостые. А холостые должны быть одна десятая от максимального. Значит, вот отсюда посчитайте. Если у вас автомобиль имел максимально 2000 оборотов в минуту, значит, вам нужно было иметь 200 оборотов, чтобы его запустить. Ну, рукой вы можете сделать это. Но если автомобиль имеет 5000 оборотов в минуту, то вам нужно иметь 500 оборотов в минуту. А это уже крутить рукой тяжело. Да и ручки на излете убьет. Что, собственно, и рукой. С чего и началось изобретение электрического стартера. Когда погиб человек, друг того самого, который изобрел потом электрический стартер. Ну, поэтому и появились стартеры. Первый, конечно, вот питание было 6 вольт основное. Три баночки, все понятно. Ну, дальше надо крутить. Моторы были, простите меня, не только полтора литра, но и 3, и 4, и 5, значит. И поэтому необходим был мощный стартер. Значит, чтобы иметь мощный стартер, нужно выше напряжение аккумулятора. Значит, везде повсеместно появилось... Ну, это к началу Второй мировой войны стало в основном 12-ти вольтовое питание. А потом оказались дизельные двигатели. Им еще нужна большая мощность. У них стали уже 24 вольта. Ну, как и на самолете, где 27 вольт система питания. Так вот, постепенно росло. Значит, соответственно, это то, что мы имеем на автомобиле. Питание 6, 12, ну, а 24 я не говорю, это уже современное время. Значит, чтобы работала радиолампа, нужно иметь накал. Ну, накал, все понятно. Там от 1 вольта до 12 и выше. Разные есть. Ну, 6 вполне нормально и было везде. Поэтому это не проблема. Но чтобы она работала как лампа, ей нужно анодное напряжение. А вот анодное напряжение почему-то нужно чуть побольше. Реально, вот то, что имели все приемники, это 120-200 вольт. Самое время им появиться на машине с таким вольтажом. Так вот, чтобы это получить, значит, нам нужно поставить какой-то преобразователь, который постоянное напряжение преобразовывает тоже в постоянные, но уже более высокой величины. Значит, существовало, условно, исторически было, создалось три типа преобразователей. Один мы называем, как бы, умформер. Значит, это не что иное, как стоит мотор, который крутится от 6-12 вольт, и с этим мотором соединён генератор, который выдаёт более высокое напряжение, сколько мы хотим там, 100-200 вольт, и дальше его выпрямляют и работают с этим напряжением. Это называется умформером. Устройство, которое использовалось широко на самолётах и было на одном из первых наших автомобилей, на автомобиле ЗИ-110. Значит, вот насколько я там помню и знаю, этот уформер был отдельным устройством, которое помещалось под сидением рядом с водителем. То есть штука была увесистая? Да, она весила килограмм 6-7, если не больше. И габариты так 300 на 100 и на 150. Вот такая вот вещь. Ну, там два электродвигателя, считайте, хорошей мощности. Которые высекали, в конце концов, нужный звук из радиоприёмника. Нет, давали напряжение для приёмника. Да, но с точки зрения обывателя, вот эта штучка здесь для того, чтобы у тебя звучало там. Мы пройдёмся по пути изобретательства после новостей. Александр Иванович Хлопнов, он в первой части провёл нас путём изобретательства и инсталляции ламповых радиоприёмников. В первой плане XX века мы как раз подошли к умформеру, хотя я знаю только умклайдет. Это немножко из другой категории, хотя такое же волшебство. И вот эта вся куча знаний должна была соединиться в звучащую коробочку. У нас это произошло ведь не на 110-м, на 101-м здесь. На 110-м. А 101-м был безболгом? Он был с приёмником, но о нём я чуть-чуть позже скажу. Просто я сначала говорю об источниках питания. Вторая группа источников питания – это вибропреобразователи. Но они содержали некую систему электромагнита с подвижными контактами. И, соответственно, то же самое, что звуковой сигнал – электромагнит включается, передвигает контакты. И появляется такой дребезг, и, соответственно, появляются импульсы, которые затем через трансформатор повышают напряжение. Ну, здесь были они по-всякому, но как бы это было менее громко, чем умформер, я считаю. И позже уже с развитием транзисторной техники появились уже транзисторные преобразователи. Это уже бесконтактная система, более экономичная, более тихая и надёжная. Но это уже относится ближе к 60-м и более поздним годам. Значит, если говорить дальше следующее, что особенности. Значит, первые приёмники, вот они содержали отдельно блок питания, отдельно приёмный блок, отдельно блок управления и антенну. И, по большому счёту, были распиханы по разным углам автомобиля. Как бы в одном блоке автомобиля, но отдельно. И динамик должен был быть. Значит, вот для автомобиля, ну, сошлюсь на мне известный Mercedes 230, которому присваивают индекс W153, модель 1938 года. У него под капотом, ближе к мотору, было специальное квадратное такое помещение. Ну, скорее, да, оно не квадратное, а параллепипед, куда размещался сам блок приёмника. Но отдельно с помощью гибкого тросика соединялся блок управления. То есть, что имелось в виду? Выключатель, регулировка громкости и настройка. Это была отдельная шкала и ручечки. Это машина, похожая на автомобиль Штирлица. Ну, да. Ну, имеется в виду, а у Штирлица был более ранний Mercedes. Мой называли с облитым задом или королевский Mercedes. Ну, это та последняя предвоенная модель Mercedes. Ну, основа та же самая, тоже 230-й, но другой кузов. Первый Mercedes без деревянного каркаса. Цельнометаллический, наконец-то. Да, он первый. Довоенный. Ну, и на базе его потом был сделан 219-220-й, после войны пошли. Имел такую специфичную X-образную раму, как на 170-м. То есть, такой овал приблизительно миллиметров 150-180. Вот такие две трубы эллиптических определяли его систему. То есть, практически на него можно было поставить танковый двигатель. Он выдерживал. Рама была такая. С запасом. Ну, а как же иначе? Ну, вместо танкового мотора поставили радиоприемник. Нет, радиоприемник добавили. Не вместо, а добавили. Было понятно, что вынесет. Да. Ну, вот. Значит, соответственно, динамик должен был стоять так, чтобы его можно было слышать. Его отдельно размещали. А антенны – это тонкий вопрос, который, собственно говоря, я упомянул еще раз, что мы все привыкли, что вот стоят какие-то усы антенны. Так вот, лучше все-таки на автомобиле Z101 антенна была помещена в... Ну, крыша у него была не целая, а была серединка матерчатая. Вот в этой материи была заложена антенна. Так что ничего не высовывалось. Эквивалент такой антенны я видел на одном из приемников, американском приемнике Био-Кривьера, где антенна была вделана или вплавлена в стекло. Ну, на сегодняшний день это в порядке вещей? Да. Ну, то есть, имеется в виду, ничего наружи нету, все. И, значит, первым таким приемником в нашей стране, который был, это был приемник автомобиля Z101. Он имел именно выносной пульт управления, имел блок питания или всего, и антенну, вделанную в крышу, не выступавшую. Ну, и лично мне удалось увидеть только вот пульту, блок управления. Значит, по такой же схеме было сделано абсолютное большинство приемников немецких. Значит, ну, тут у меня есть некоторые там выписки из них, но если говорить по-хорошему, там называют число где-то там 7-10 тысяч приемников автомобильных было сделано до войны. То есть, это ничтожно мало по сравнению с автомобилем. И белые шаги. Начало. Значит, дальнейшее развитие, как-то в нашей стране менее известны, это заслуги американцев в строительстве приемников. Значит, следующим, таким легендарным приемником... Ну-ка, ну-ка, поподробнее вот насчет американцев. А то вы как-то бросили эту фразу, не все сразу подумали о Лен-Лизе. Нет, понимаете, в чем дело. Ну, первый автомобиль такой массовый, это, конечно, ЗИЗ-110, который был расписан, все знали. Был там замечательный приемник. Массовость у него очень относительная. Ну, понимаете, массовость имеется в виду, что на то время вообще официально было запрещено человеку купить автомобиль ЗИЗ-110. Да, но только в такси можно было взять покататься. Или на скорой помощи довезут. Да. В некоторых фильмах до сих пор еще мелькают. Вот. Он... Ну, автомобили, которым много писали, все знали. Значит, разные ходят слухи, как и что его называют там слизаным с Покарда. Мне говорили, что это никакой не слизанный с Покарда, а разработанный сотрудниками Покарда для нас, фирмы Покарт. И в дальнейшем было оплачено им это усилие. Заодно еще и радиоприемничек туда поставили. Чтобы русские срадовались. Я видел этот аналогичный американский приемник, но он отличался тем, что он имел один блок. Имеется в виду, ну, блок питания был отдельно, а сам приемник содержал один блок, который подвешивался к торпедой, и содержал одновременно и управление приемником, и динамик. Все было в одном корпусе. Антенна, конечно, была отдельно. Что замечательного было в этом приемнике или того, что не встречается у других? Ну, шкала была, конечно, маленькая. То есть, имеется в виду, так, шире миллиметров 200 на 70. Ну, не такая уж она и маленькая. Нет, это немного. Это 20 сантиметров? Ну, что это? Чепуха. Есть что разглядеть. Ну, разглядеть, да, но это не что. Ну, и ручки управления. Имеется в виду громкость тембра. Значит, этот приемник отличался тем, что он содержал коротковолновый диапазон. Что было тогда? Вообще у других не было. Значит, и вот особенность его была, что на ручку тембра было насажено диск с разноцветный диск. И к этому диску подходил торец стекла переднего стеклоприемника. И поэтому, когда вы поворачивали регулятор тембра, этот диск поворачивался, и свет от лампочки давал разный цвет стекла. И те, кто не дальтоники, могли по этой подсветке определить, на какой тембр выставлено. И вот там люди говорят, что товарищ Сталин говорил, что установите мне вот такой-то цвет. Значит, вот такой-то тембр ему нравился, который был. Сейчас вообще мало кто себя представляет и мало кто помнит о существовании подстройки тембра. Сейчас этого уже нет. Тембр на современных радиоприемниках отсутствует как тема для регулировки. Я бы не сказал. Там эквалайзер есть. Никто не знает, что это выросло. Это послесловие к тембру. Ну, понимаете, чем дело? Тембр, как бы условно их, если говорить о регулировке тембра, есть просто одной ручкой, двумя ручками и многими ручками. Вот это эквалайзер. Вот одной ручкой что-то делается. Вот это было простейшее. Двумя ручками, по низким, по высоким частотам рисовались схемы. Но это все условно, как бы, не самое главное. Ну вот, собственно говоря, дальше сам приемник. Что еще я хочу сказать? И ведь он же ламповый. Сейчас-то как-то вот это уже не подразумевается. А он же ламповый. Так вот, то, что он ламповый, это накладывало и определенные ограничения. Значит, там относительно малая выходная мощность. Значит, для приемника тогда 2 ватта считалось хорошо. Сейчас почему-то смотришь на приемник, пишут 4 на 70. И то мало. Некоторым почему-то мало. Не знаю, как окружающим, но сидящим в автомобиле почему-то кажется мало. Так вот, тогда было порядка 2, максимум 3 ватта, а то и полтора. Почему? Потому что на лампе снять много. Но вот приемник этот, он имел обозначение А695, на выходе имел лампу 6Н7. То есть у него было то, что тогда называлось пушпульный выходной каскад, двухтактный. Что повышало качество звука и уменьшало искажения. Более качественный звук по отношению к однотактному выходному каскаду. Значит, этот приемник потом получил несколько модификаций, которые получили обозначения А3, А4, А5. Они были преобразованы для автомобиля и ГАЗ-12. Были рассчитаны на питание и 12 вольт. И были введены вибропреобразователи. Отказались от информера. Но основной корпус сохранялся и это все было. А размер эта штука большая была, когда она в одном корпусе стала? Ну, сейчас я хочу сказать, что это кубик приблизительно 25 на 25 на 25. Ну, он такой, несколько изов. Не большой. Ну, на самом-то деле. Хотя там же лампы внутри, это же не микросхема. И плюс куча всякого металла. Так что весил он килограмм под 10. Так что там крепление должно было быть хорошее. Потому что, как вы понимаете, там крышка торпеды, она не столь уж монументальна. Ну, вообще там нужно было еще березовую чурочку поставить в распор, чтобы это все не отвалилось. Ну, там впереди коленку человек мог подставить нужной. Это да. Если он прекрасно понимал, что от этого его карьера зависит. Да. Так что вот такая вещь. Значит, и дальше следующий этап автомобильных приемников, это, конечно, приемники для массовых автомобилей «Москвичи Победа». Они получили обозначение, начиная с А8 и там А12, А17. Ну, в «Победе» это почаще было. А в «Москвиче» радиоприемник ламповый обнаружить, ну, крайне редко. Но все новостей продолжим. Конечно. У меня в гостях Александр Иванович Клопнов, коллекционер автомобильных радиоприемников. Он рассказал в подробностях совершенно чудовищные вещи, после которых вообще музыку в ушах уже не расслышать. Но, тем не менее, все это было и даже звучало. И вот массовость. У нас был радиозавод, который все это делал для автомобилей. То есть это была какая-то такая серийная деятельность. Или это было частным случаем? То есть приемник был разработан, а дальше радиолюбители уже... Нет, нет, нет. Радиолюбитель мог изготовить один-два приемника. Это было массовое производство. Я не помню. То есть как-то не очень обращал внимание на заводы, которые выпускают их. Ну, это не важно. Но главное, что заводская штука. Это заводские автомобили, потому что сделать на коленке этот приемник не так просто. Для тех, кто родился чуть позже, чем автомобиль 401, москвич, я имею в виду, отмечу, что в те времена нельзя было прийти в автосалон и заказать себе комплектацию с радиоприемником. Этого удовольствия не существовало. Но некоторым машинам везло. И почему-то вдруг от рождения им ставили приемник, что вызывало невероятную головную боль у человека за рулем. Потому что снять эту штуку на ночь было нереально, а могли и нечаянно проникнуть и спереть. Ну, регулярно было. То есть, вот, как бы вспоминает те, кто были знакомые автовладельцы, уважаемые. Вот, предположим, в доме, в котором я жил, там был уважаемый профессор. Была у него Волга. И он так удивленно говорил, что вот я бы, говорит, два дня потратил, а у меня залезли и за пять минут сняли приемник. Профессионалы. Но мы, приемники, боялись в машинах еще, наверное, где-нибудь до середины девяностых годов. В любое время бояться, по-хорошему. Идет разговор, что делали разные методы защиты. Например, делали откидывающуюся дверку. Да, дверку, которую, как бы, когда ты едешь днем, ты поднимаешь приемник, есть доступ. Нет, вечером опускаешь и смотришь в салоне, и нету ничего. Это было в те времена, когда еще в холодильниках был замок с ключиком, и его можно было запереть на ночь. Да, это раз. Второе. Ведь не мы придумали ставить съемные панели на радиоприемнике. Это точно, это не мы. Так что лучшие замки от воров все-таки делают за границей, хотя мы считаем, что там ничего не воруют. Мы идеализируем. То есть, вот такие вещи. Ну, я хочу сказать, что мой папа работал после войны, ездил в разные командировки. И он, как бы, приводил пример, что вот он был в командировках на Сахалине, что там вообще не было замков на территории, которая была занята до этого японцами. Там ничего не пропадало. С тех пор там много чего изменилось. Да. И там, говорит, было весело. Следующий сидит японец. Подходишь, спрашиваешь, а где начальник? Он смотрит, говорит, был, только что вышел. Не дай бог подвести начальника. Молодец. То есть, вот такая вещь была. Ну, и вернемся к нашим приемникам. Значит, следующие серии – это приемники, я сказал, начиная А8, А12, А17, которые ставились на автомобили «Москвич» и «Победа». Причем они несущественно отличались. Были они разных, на разные напряжения. И особенность была в том, что их даже проектировали, что находится масса, плюс или минус. У автомобилей была разница в свое время. Теперь уже никого не волнует. У всех минус на земле, плюс как бы изолирован. А некоторый период времени был и так. Так что блоки питания рассчитывали и на это. Значит, уже для более солидного автомобиля «Волги» появился приемник А18, который содержал диапазон УКВ. А для особо ценных вещей был приемник АПВ-60, который содержал коротковолновый диапазон в 13 метрах. И, соответственно, причем схемы их отличались. Вот по тому опыту, который я столкнулся с приемниками, я могу сказать, что автомобильный приемник вообще-то отличается более высокой чувствительностью, чем простой бытовой приемник. То есть он должен обеспечивать лучший прием, у них чувствительность была выше. Александр Иванович, а вот объясните мне, как человеку, не заставшему всерьез этот период эксплуатации автомобилей, лампу трясти с утра до ночи по кочкам, по буеракам, а не разобьется, а не отвалится? А радиоприемник в машине вообще выживал как долго? Понимаете, как бы проблемы, сколько выживет радиоприемник, я как-то не слышал. Как автомобиль, так и приемник. Он держался. Автомобиль вечный, потому что он был один на всю жизнь, а приемник, ну типа что, раз в неделю поменял лампы, и все хорошо? Нет, там лампы не меняли. Во-первых, лампы, когда их проектировали, то они же были рассчитаны не только для того, чтобы стоять в автомобиль, но и почему-то в переносную радиостанцию. Армейскую. Да. Значит, отсюда лампу проектировали, чтобы она выдерживала тряску и были испытания на виброустойчивость. То есть, это спасибо конверсии, поскольку радиоприемник в машине появился из того, что имела оборонка? Ну, я имею в виду, лампы были одинаковые вначале, ну разные. Я не беру все, то есть, не буду говорить, но принципиально они все. То есть, эти лампы, предположим, были и на военных катерах, на военных кораблях, то есть, это единые лампы, приемники, все. То есть, и лампу проектировали, чтобы она выдерживала нагрузку. Именно создание такой выносливой лампы и позволило создать приемник. Не будь таких хороших ламп, приемник не был создан. Дальше, конструкции самой приемника, начинки, если возьмете абсолютное большинство бытовых приемников, они имеют воздушный конденсатор настройки. То есть, там, короче говоря, мы двигаем конденсатор, две пластиночки двигаются, то у автомобильных приемников стоят ферроиндукторы. То есть, мы двигаем, есть, короче говоря, индуктивность, которая двигается внутри катушечки. Да, действительно, так все просто. Я даже понял, о чем речь. То есть, вот, система такая, она, короче говоря, я не знаю почему, но, по-видимому, на тряску она как-то лучше переносила ее. Поэтому, вот, все приемники, все автомобильные имеют вот такие ферроиндукторы. Красота какая. Работают ведь, и несмотря на то, что это так страшно все называется, этим можно было пользоваться. Да, и... Можно кумашинки послушать. Значит, ну, я имею в виду, что ясно, выносливость элементов, деталей радиоприемника, то есть, переменных сопротивлений, контактных групп и прочее, определялась четко, как могли на то время делать. Значит, вот, мы все знаем, есть великолепный приемник фестиваля. Мы это кто? Я даже не слышал о существовании. Ну, это люди, которые старше... Старше меня. ...родившегося 50-го года. Да, ибо фестиваль появился в 57-м году. Первый приемник, который имел дистанционный пульт управления. В каком смысле дистанционный? Был отдельный пульт управления приемником, и вы могли поставить приемник в одном углу и лежа в кровати управлять им. По проводам? По проводам. Был провод толщиной в палец. Споткнешься убью. Шесть метров длиной. И вот вы могли из другого угла управлять приемником. Если не ошибаюсь, на тот момент верх комфорта. Шедевр. Гениально. Не беспроводный, проводной. И вот он имел специфику, что у него были подвижные контакты. То есть, крутился. Привод был электрический, он крутил блок с катушками, которые контактили. И контакты были покрыты серебром. И почему-то это серебро очень быстро чернело. Его надо было регулярно чистить. Ну, те же были заботы и у других переключателей. Но у них были более сильные, потому что они побольше были. То есть, в автомобиле был тот же самый принцип, что и в этом приемнике фестиваль. Нет, нет, другие были. Но я говорю, все равно, я говорю, просто говорить, что просто вот заменить и сделать переключатель серебряный, это не была гарантия того, что это будет качественно. Но мы в армии получали канистру спирта на наш полк, для того, чтобы как раз у рации контакты чистить. Ну, давно известно, что спирт нужен для того, чтобы протирать оси. Поскольку мы были не оптики, поэтому оптическую ось мы не трогали. Мы были радистами в армии. Ну, есть еще там понятие клиренс. Ну, так у нас танкисты, например, постоянно траки чистили. Ну, это известно. Ну, я имею в виду, спирт, эта вещь была необходима для всех ведущих электроникой на тот период. То есть, контакты надо было протирать. И по-хорошему это было необходимо, действительно. Потом, когда подбирали материалы, лучше делали. Ну, вот. И вот, я говорю, как бы вот это когорта. И дальше вот появились приемники. Там появился индекс, предположим, приемника А12А или А17А. Это отличие их было в том, что при производстве этих приемников стали применять печатный монтаж. Ну, намного удобнее и приятнее производство. Сущность самого приемника не меняется. Клиент мог об этом даже не догадаться. А какая разница? Вопрос, там, цены мог меняться, остальное не важно. Значит, и дальше уже у этих приемников позже появились источники питания транзисторные. То есть, это обеспечивало чуть не двойную экономию. Причем, для чего это важно? Дело в том, что у вас есть аккумулятор. Аккумулятор это не бесконечно большая емкость. Если вы будете долго на лоне природы слушать музыку, то вы потом просто не заведете автомобиль. Вся энергия уйдет на приемник. Да, с толкача потом с милой дамой очень тяжело. И еще неизвестно выйдет ли с толкача, если ты стоишь на лужайке, к которой не подъедешь. Да, вот он кривой стартер, вот его плюсы. Вот, и поэтому вот появление этого транзисторного преобразователя позволяло чуть не вдвое увеличить время работы. То есть, уменьшить потребление электричества. То есть, КПД преобразователя повышалось чуть не в два раза по сравнению с вибропреобразователем. Я не говорю уже о уформере. На лоне природы вся эта лекция убила бы романтику полностью. Вот, и вот я хочу сказать, что еще о конструкции. Все эти приемники четко размещались в цельном металлическом корпусе, закрывались наглухо. Почему? То есть, надо было уменьшить количество помех, проходящих к приемнику. А кто кому больше вредил? Приемник машине или машина приемнику? Скорее, машина приемнику была основной источником помех, мешавших принимать что-либо. А приемник мог своим электричеством не дать машине завестись или искру куда-нибудь не туда преобразовать? Это разные системы, они не связаны. То есть, имеется в виду, идет один провод на систему зажигания, другой провод, пусть от того же источника, идет к приемнику. Приемник потребляет 2 или 3 ампера, а по-хорошему система зажигания потребляет 9-10 ампер, нормальная. Вот, в довоенный период, когда все это еще было на уровне эксперимента, и когда радиоприемник, он был, ну, только-только обживался в машине, он, то есть, уже тогда было сделано так, чтобы одно другому мешало не сильно. Ведь это же требовало усилий. Чтобы мы не делали, избавиться от помех, создаваемых системой зажигания, мы никогда не можем, если мы не сделаем какие-то дополнительные решения и преобразования. То есть, имеется в виду в том плане, что такое система зажигания. Ну, какая бы она ни была, она состоит из начального импульса, который создает небольшое, относительно небольшое напряжение. То есть, разрывается, предположим, 12 вольт. В результате этого индуцируется 300 вольт. Потом эти 300 вольт превращаются в несколько, 5-6 киловольт. Радиоприемник в обмороке от такого. А то, что это происходит буквально в полуметре у него. Ну, то же самое, что когда мы смотрим гроза. Мы спокойно слушаем ее и говорим, мы ничего принимать не можем. Смотрю я эту самую передачу, там, этих самых телевизионных, вдруг загорается, нету приема. Отрубился канал. Ребята попали под дождик. Нет, гроза заблокировала начисто какие-то каналы. Это все нормально и в наше время есть. А что такое гроза? Это разряд несколько киловольт. То же самое происходит в приемнике. А также с Хлопновым Александром Ивановичем, коллекционером автомобильных ламповых радиоприемников. А, кстати, у вас в коллекции сколько всяких единиц? Ну, понимаете, в чем дело. Коллекция вещь такая подвижная. Поэтому и в нее не очень часто обращаешься. Ну, где-нибудь штук 10 есть это спокойно. Но я отношу это к ламповым приемникам. Ну, именно ламповые, да. Бесценные ламповые. Ну, все имеет определенную цену. Как говорит, сколько люди дают, значит, такая цена. Ты можешь называть любую. Вот есть такой создатель радиомузея Владимир Ильич Шапкин. Вот тут четко так. Определяет, что нет ничего без ценного. Все имеет цену, только какую. А к вам, кстати, обращаются хоть изредка по поводу ремонта, по консультациям? Ведь это же очень уникальные знания. Мало кто сейчас разбирается в ламповых радиоприемников. Практически я как-то сейчас мало этим занимаюсь. К сожалению, не становишься более юный и более подвижный. Поэтому встречаешься с некоторыми коллекционерами, просто разговариваешь. Но они как-то уже сами, моего возраста, и уже им главное иметь, а не что-то чинить. Это разные вещи. И потом поменялись времена. Я хочу вспомнить там некоторую специфику и особенность, которая поменялась сейчас. Хотим мы или не хотим, но надо принять. У меня был очень приятный знакомый, такой Слава Артамонов, который был никем иным, как обслуживание радиотехники Олимпийской сборной страны. Вот такой человечек был. То есть великолепный радиоспециалист и прочее. Это какой период истории нашей страны? 70-е годы. А радио нашим олимпийцам зачем? Обязательно. Радиосвязь есть всегда, когда вы идете. Все, обслуживание радиосвязи и прочее. Это когда еще не было мобильных телефонов. Ну да. Чтобы быть на связи с Олимпиадой. И он вспоминает, как-то мы с ним зашли разговор о том, какие радиолюбители. Так он сказал, что за границей радиолюбители это человек, который выбирает себе, какую сделать стойку с радиоаппаратурой, вертикальную или горизонтальную. У нас радиолюбитель, кто собрал, сочинил, что-то создал. А у них вот создал стойку. Ну, у них, как всегда, потребитель, а у нас мастер в одном флаконе. Да. Теперь вот, как бы, вот у меня есть некоторые записи, чтобы себе представили, что и как. Вот приемник. Приемники Кертинг. Стоил. Кертинг. В какие машины его? Это куда его? А он ставится мог в любую машину. Ну, приемник 35-го года. А-а-а. Стоил 348 Рейхсмарк. Менде стоил 314 Рейхсмарк. Opel P4 стоил порядка 1400 Рейхсмарк. Да, и тот самый Volkswagen, который со временем стал жуком, его как раз пытались продавать за 1000 Рейхсмарк, тем самым снизив цену, чтобы был какой-то стартовый отчет в автомобилестроении. Получается, ну, в общем, треть стоимости автомобиля. Автомобили на приемник. Размеры приемника. Blaupunt Auto Super 7A79. Размеры самого приемника. 29 на 17 на 16,7 сантиметра. Большая штука. Весил он 14 килограмм. На заметку вором той эпохи. Нужно было обладать не только сноровкой, но и выносливостью, чтобы эту штуку быстро уволочь. Да. Значит, ну, другие приемники. Там цены. 330, 348, 290 Рейхсмарк, 325 марок, 325, телефонки на автосупер, 1А39. 8,5 килограмм он поменьше. 27,5 на 17, на 15, 3. Это блок основной. А шкала его, которая помещалась отдельно, имела размеры 13, 3,7 на 2,65 сантиметра. Это отдельная шкала была. То есть маленькая, 13 сантиметров всего лишь. 13 на 4 сантиметра. Обратите внимание, вот эта допотопная техника, которая на сегодняшний день вызывает иронию, переходящую в длительное любопытство, уже тогда имела броские названия. Автосупер. Да, ну, имеется в виду... Конечно, супер, конечно, авто. То есть, вот ее, как бы, габариты и цены. Дорого, но за удовольствие, потому что без радио можно было обойтись? Можно было. А ты хотел с песнями, с музычкой? 300 сверху Рейхсмарк. Дальше чуть-чуть по схемам приемников, что они, как бы, условно я хочу сказать, что вот когда разбираешь приемник, что вот последние приемники, вот, АПВ-60, А18, они уже имели весь высокочастотный тракт, выполненный на лампах, а низкочастотный тракт, выполненный на транзисторах, что позволяло резко уменьшить потребляемую энергию. Основная энергия потребляется выходным каскадом приемника. Транзисторы в этом плане намного экономичнее. Ну, стояли выходные транзисторы P201, P4V, P4B. Значит, ну, здесь, что я могу сказать, что когда я занимался так более подробно усилителями низкой частоты, ну, результат этой любознательности моей кончился тем, что вышла книжка «Любительские усилители низкой частоты», которые почему-то в интернете до сих пор поминают. Так вот, эти приемники там к ним, вернее, к усилителям, ну, какая разница, писали там частоту пропускания 5 кГц, 7 кГц, 10 кГц, реально, конечно, они пропускали, если брать по выходной мощности, там максимум 2 кГц. Имеется в виду, требование было, что вот полоса пропускания при выходной мощности 1,1 от максимальной. Ну, несколько иной. Только очень узкие специалисты смогли в данный момент насладиться восторгом Александра Ивановича. То есть, вот такая особенность. Но все равно, я говорю, это были приемники, и вот эта эпоха дальше перешла, приемники стали транзисторными. И транзисторные — это вот, начиная с АТ-63, которые стали обязательными для автомобилей «Москвич-412», «Жигулей» и прочие. Но это как бы песни другого периода и для другой эпохи. А «Москвичевские» и «Жигулевские» — они были разные или это был один и тот? Они отличались, «Крепеж» у них был разный, основа была, конечно, один и тот. Но пришло это к нам с «Фиатом» со «124». Ну, мне трудно сказать. Или вы успели предугадать? Потому что у него была очень маленькая дырка у «Жигуля» под радиоприемник, он же был вообще крошечный. И у «Москвича», соответственно. Маленький приемник, то есть на тот период двухдиапазонный приемник на транзисторах он не представлял ничего особенного. И потом вообще размеры современных приемников, я считаю, унифицированы. И вы можете в этот отсек, который создали конструкторы передовой автомобильной техники, вставить любой приемник. Туда уже напихали всего такого, что радио там играет 125-ю роль. Уж если у нас в мобильном телефоне модуль радио занимает столько же, сколько три копейки по размеру, по физическому, то в автомобиле, о, сколько всего интересного. Ведь приемник, он важен не столько тем, что он принимает, чем с какой громкостью это воспроизводится. Это да. Вот это основной принцип приемника, вот какой шум, сколько колонок. То есть, если раньше был один динамик, мощности полтора, да, и хватало, то теперь стоит справа, слева, впереди, сзади, и идет разговор о том, что... Ну, понимаете, у меня там большие вещи, я хочу сказать, как-то там, ну, вернее, когда пробовал чинить, что там разные приходили, у меня в восторге стоит, вот, переносимое там устройство такое, как там, дутые, все. Стоят в нем батарейки, как потом выясняется, 9 вольт, надпись на нем 150 ватт. Убиться можно. Вот. Как это получается, я не знаю, каким методом товарищи, которые эти испытывали и написали 150 ватт. Это маркетинговый ход. Да, я человек тупой, я очень просто знаю, что выходная мощность определяется как квадрат напряжения, деленный на сопротивление. Значит, сопротивление динамиков порядка, там, 4-4-8 ом, а выходное напряжение, оно приблизительно, в лучшем случае, треть от напряжения питания. Значит, если вы имеете 9 вольт, то максимальное выходное напряжение 3 вольта, 3 на 3 – это 9, делите на 4, получаете 2 ватта. Ну, все остальное – это просто тихий рекламный довес. Вот. И поэтому вот я условно. Ну, а что касается современных приемников с огромной мощностью выходной, то там уже ставят специальные преобразователи, увеличивают напряжение с 12 до 24 вольта, если не выше. И это уже там очень сложная система обеспечения питания приемников. Ну, я говорю, для ламповых как-то это не было. И по существу там сверхмеры нельзя было. Ведь когда вы приемник помещаете в корпус, а внутри имеете нагреваемую лампу, то нужно думать, как ее охладить. Тогда этих самых вентиляторов не было. По крайней мере, таких маленьких. Да, как сейчас сделали на всех компьютерах и прочее. Это да. И как же их охлаждали? Или что, все, радио перегрелось и закончилось? Нет, но рассчитывали, что оно вот с этой мощностью, оно может работать. В таком температурном диапазоне. Да, в таком диапазоне держась. Но вообще восторг человечества по поводу того, что музыка звучала в автомобиле, она нивелировала все остальные недостатки этого удовольствия. Ну и до сих пор. Звучит уже хорошо. Есть звук, ура. Есть звук, ура, конечно. Тем более до последнего времени наш советский автопром, который комплектовал машины с разъистренными приемниками, были на. Они были с ручной настройкой, с одним динамиком. И этого было тоже достаточно. Оно звучало, рассказывало тебе новости, иногда развлекало музыкой. Так идет разговор, что самое главное, что ты был членом коллективного процесса жизни. И прослушивание новостей, в том числе в рабочий полдень. Ты не был изолирован. Вот ты в автомобиле едешь, ты не изолированный от мира, ты имеешь все новости. А изоляция началась с того момента, помните фильм «Разиня», когда у него в большом красивом американском автомобиле стоял проигрыватель с пластинками, с миньонами. И он пытался произвести впечатление на девушку, правда, не получалось, поскольку он не очень понимал, как эта штука работает. Но в машине был обычный проигрыватель, правда, портативный. Ну, там тоже делала специальная подвеска, об этом можно говорить особо, чтобы можно было слышать. На ходу. Во время движения. Ну, как ребята говорили, что разница наших дорог от иностранных, которые ездили в Барселону, что, говорит, я ехал, все было спокойно. По всей Европе. Въехал в нашу территорию через 10 километров, и у меня задрожало заднее стекло. Ну, а заодно и голос в радиоприемнике. Ну, об этом не говорится. Александр Иванович Хлопнов, спасибо вам. До встречи. Спасибо. Продолжение следует.